Райанс на дорогах это действительно достаточно серьезная проблема, когда ты понимаешь, что сейчас дороги стали узкими в связи с тем, что по европейским меркам у нас появилась полоса, где у нас едет только транспорт особый. Когда там ездят наши чиновники, никакие знаки, никакие приборы, даже если их берут, понятно, никакие штрафы к ним не приходят, то, конечно, это неправильно. И вообще, когда тебя просто подрезает чиновник, и там еще и убегает охрана, у меня просто был такой случай, и там начинают меня там пальцы верим, сейчас у вас будут проблемы, вообще вы вообще знаете, кто это, простите, мне чуть не разбили машину, то, конечно же, становится как-то горько, ты ощущаешь себя всего лишь маленьким-маленьким человеком. А тот человек в силу каких-то там ряд причин, я не думаю, не по собственным причин, часто бывает заслугам, вдруг вот так высоко поднялся, что все люди для него стали простыми букашками. Поэтому, конечно же, убрать различные мигалки, говорят, что их убрали, но когда я вижу, что они еще есть, они еще ездят по городу, и гаишники на них не реагируют. Я считаю, что надо убрать все мигалки, убрать все вот эти блатные номера, и как бы если это какой-то совсем высокопоставленный чиновник, у нас так привычка перекрывать дороги, люди стоят в пробках по два, по три часа. А если уже говорить, вот просто чиновники, которые доехали из одного из ресторанов в другое, от одной бани к другую, для этого надо там пугать всех на дорогах, конечно же, это надо прекращать, но это опять от нас никак не зависит, это зависит от нашей власти. Это возможно все навести, но просто у нас настолько развито, ну скажем бы, это общество, они между собой все настолько переплетены, что, конечно же, им своих людей как-то уделять не хочется, но они обязаны это сделать, потому что сейчас появилось очень много движений, и им остается только порадоваться и приветствовать, которые просто берут и фотографируют. Очень много сайтов, где номера машины, фотографии, поступил так-так-так-так-то, фамилия такая-то, кабинет такой-то, и там, в общем-то, когда он висит, такая, так называемая доска позора. Я считаю, что это правильно, это хоть как-то влияет, то, что или там бросил где-то машину, на эти машины что-то вешают, там, в общем-то, это хоть какая-то маленькая борьба, но с таким чиновничьим произволом.